Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что грозит нарушителям чистоты и порядка? Куда может обратиться житель, обнаружив у себя во дворе беспорядок? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Председатель административной комиссии Кировского района Алексей Распопов и председатель совета ТОС «Зубчининовка» Зоя Пономарева. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Зоя Дмитриевна, Алексей Александрович. Ну, вообще, хотелось бы узнать, кто вот эти нарушители, с кем вы боретесь, да? Что это за люди или организации? И что это за нарушения административные, против которых вы, собственно говоря, и работаете? Вот вся ваша работа нацелена на то, чтобы искоренить эти правонарушения, наказать, предупредить, и этим, собственно, профилактика проводится, да? Когда люди знают, что они понесут наказание, то дальше уже будут осторожнее. Нарушения, конечно, есть в сфере ЖКХ. Во-первых, это управляющие компании. Нарушают? Благоустройство территории, несоблюдение санитарных норм содержания. А вот конкретно управляющие компании, что они могут нарушить, и что они не соблюдают? Они не соблюдают, допустим, не осуществили вывоз ТБО, КГУ, с контейнерных площадок. То есть мусор не вывозится. Не убирается придомовая территория. То есть снег не убирается вовремя. Вовремя должно убираться. Соответственно, составляются протоколы. А вот какой механизм действия? Это вы ждете сигналов от жителей, что они вам скажут, вот увидел, стоит какой день там невывезенный мусор, или снег не расчистен. Или вы сами проводите рейды? Как все это происходит? Я могу сказать, что ежедневно проводим рейды. Ежедневно? Ежедневно. Ежедневно проводим рейды. У каждого в администрации Кировского района, то есть административная комиссия, там, ЖКХ, отдел, департаменты, выезжают на территорию, за каждым закреплена определенная территория. Выезжают, смотрят, каждый день ее отрабатывают. После этого информация предоставляется нам. Уже с протоколами. Мы выносим же постановление, естественно, про нарушение лицов. Вот, Зоя Дмитриевна, первый раз у нас сегодня в эфире, и то с Зубчининовкой тоже первый раз. Скажите, пожалуйста, что представляет из себя ваша территория, веренная вам? И вот, опять же, с нарушением правила благоустройства, как обстоят дела, в чем они, вот эти нарушения? Моя территория, это 7 тысяч частных домов, и 52 дома двухэтажных и пятиэтажных, да. И аэропорт 2 сюда входит, это пятиэтажные строения. Здесь также, как Алексей Александрович сказал, это нарушение управляющей компании, не вывоз ТБО. У нас два раза в неделю есть выхода на территорию, когда мы это фиксируем, и также вот докладываем административную комиссию. Ну и частный сектор, это придомовая территория, которая загрязняется, строительными отходами может загрязняться. Сами жильцы, да. Сами жильцы, да. Ведь частный сектор, знаете, это особая территория. Это не покос травы, может быть, или вынос забора за красную линию. Это все является нарушением. Да. И вот в таком случае вы работаете по сигналам от, опять же, жителей, да, вот сосед пожаловался, вот забор вдруг увеличился, территория, значит, переместился, или еще что-то. Или сами тоже выходите. И по жалобам жителей, но я, как уже сказала, дважды в неделю мы обязательно проходим, обходим территорию. То есть это плановый обход. И сами фиксируем нарушения также. Ну, плюс у нас есть квартальные на нашей территории, те жители, которые отвечают, общественники, которые отвечают за определенную территорию. Да, если в многоэтажках это председатели Советов Домов, то у вас квартальные. У нас квартальные, да, по частному сектору, которые непосредственно тоже фиксируют эти нарушения. И на Совете ТОС они нам докладывают. Ну, это у них общественная нагрузка. Общественная нагрузка, да, у ваших, да. Скажите, вот вы сказали, что такое специфический. Ну, вот не сказали, я почувствовала, что у вас специфика такая очень, да, в связи с тем, что частные дома в основном. Как вы находите контакт с жильцами? Потому что, знаете, такое впечатление, что если уж мы в многоэтажках отгораживаемся, да, вот как бы вот моя дверь железная, и все, что хочу там, то и врачу. То дом, то это уж вообще моя частная собственность, и что вы тут ко мне, и что вам от меня нужно. Вот как вы находите, вы сколько уже там работаете? В ТОСе я работаю 4 года. 4 года. Вот как вы нашли взаимодействие с жильцами, устанавливается контакт, или люди все-таки вот отгораживаются, и... Ну, частный сектор, он немножко особенный. Здесь более теплые отношения. Это практически деревня, да. Ну, и потом мы работаем по принципу кнута и пряника. Что это значит? То есть мы наказываем, но мы и поощряем. То есть мы ежегодно проводим огромные, большие конкурсы праздник урожая осенью, где мы чествуем лучших жителей за хороший пересаденный участок, за чистую преддомовую территорию, за то, что он убрал вовремя мусор. И мы награждаем его почетной грамотой и подарками. Да, и потом ему уже будет неудобно мусорить после того, что он грамотный. Вот вы о пряниках сказали, о кнуте теперь. С этого года, я слышала, увеличились штрафы, штрафные санкции, суммы в размерах штрафные поднялись. Расскажите, пожалуйста, Алексей Александрович, что теперь грозит нарушителям? За какие нарушения и на сколько поднялись вот эти суммы? Допустим, по вопросам санитарного содержания, как я ранее сейчас уже сказал, есть статья 10.4. По этой статье на юридических лиц раньше накладывался штраф от 500 рублей до 10 тысяч. Сейчас штраф накладывается от 5 тысяч до 20 тысяч. А уже в этом году оштрафовали кого-то на такую сумму? Эта статья работает уже с 2014 года. А, ну вот изумление было, когда вот после таких вот небольших штрафов раз и такие? Конечно, изумление было. Штрафы выросли, это значительно. И непосредственно мы работаем с юридическими лицами именно в этой сфере. Статья 10.4. Управляющие компании непосредственно вот именно с ними мы работаем. Конечно, такая сумма, и тут управляющие компании уже задумываются, то есть как им относиться к своей территории. Может быть, тот задумывался уже урезать свои территории. То есть вы думаете, что вот эта мера будет эффективной, да? Ну, я думаю, да. Повышение штрафов. Ну, да, это есть определенная мера, и все-таки она должна сказаться в положительном результате. Вот есть такое нарушение – несанкционированные свалки. Вот эти свалки кто организует? Речь идет о том, о больших размерах вот этого мусора, да, вот этой свалки. Или это вот может даже вот вышел человек с пакетом мусорным и не донес до, с большим, и не донес до контейнера, и это тоже уже будет нарушением, и тоже будет штрафоваться или нет? Про большие свалки могу сказать. Вот мы делаем сейчас рейды тоже. Учутились случаи, когда большегрузные автомобили вывозят мусор строительный, как правило. Да, строительный. Ну, вот сейчас снег, допустим, где-то вывозился, когда такое большое скопление снега. Но в основном строительный мусор выводится на какие-то там, то есть временные участки. Это делается быстро. Я не знаю, кем это, строительными компаниями, возможно. Возможно, этими водителями, которые хотят сэкономить, возможно, на бензине там, на солярке. Есть специально отведенные места, они просто туда не едут. Есть полигоны специальные. Едут прямо вдоль дороги. Заехал в лесок, выбросил. Вот вам, пожалуйста. И что, как вот механизм строится? Вот есть сигнал, есть такая свалка. Дальше, как вы найдете вот этого водителя без камеры или каких-то там фотографий от очевидца? Вот для этого и нужны рейды. Значит, сейчас и в ночное время, и в дневное время проводим рейды. Квартальные сейчас очень сильно помогают. Сотрудниками полиции постоянно проводим рейды. В конце, вот, 14-го года, прямо в конце задержали около 11 КАМАЗов, о чем дорогие товарищи водители очень пожалели, заплатили штрафы. Вот сколько приблизительно, в каких суммах? А кто платит, организация или водитель? Как правило, платит водитель, потому что организация не обозначает себя. Кто ты? Договор есть, как бы нет. Ну, здесь с сотрудниками полиции мы тесные взаимоотношения нашли. То есть мы с своей стороны составляем свой протокол, а не свой протокол. Штрафы значительные. Зоя Дмитриевна, а к вам высокие технологии приходят на вашу территорию, в район? Допустим, камеры, да? Вот сложно следить, вот, или свалку, или какую-то? Ну, видеокамеры существуют только на предприятиях и магазинах. На территории их не устанавливать, это частный сектор. И поэтому здесь особую нам услугу оказывают наши квартальные. Вот прошлый год у нас на Брянской мы поймали КАМАЗ с помощью наших квартальных, вызвали полицию и сдали этого водителя. В бульон туда, к Орлову Аврагу, больше мусор не везет. Это жители. Удалось задержать? Удалось задержать. Сами жители. И, кстати, моя квартальная, которая оказала нам такую помощь, где как бы на магистральной она постоянно, эта свалка была, и нам все-таки удалось как-то воздействовать. Такую квартальную точно нужно наградить. Почетные грамоты. Мы их награждаем. Потому что даже мужество, да, вот, это же вот задержать водителя на КАМАЗе. Вызвали, да. Да, это действительно. Еще такие нарушения. Вот вы сказали, что не убирается снег в дворах. И как бы вот управляющая компания за это отвечает. Вот интересно, что грозит управляющей компанией, и за какой период не убранный снег может послужить основанием для протокола составления и так далее, для наказания, для штрафных санкций. Вот как жильцам обращаться, как действовать? Кому обращаться или как действовать? И как действовать, и кому обращаться. Вот взломал ногу, вышел, споткнулся, заледенен, зналить какое-нибудь и дальше. Управляющая компания должна ежедневно следить за своей территорией, убирать эту территорию, вывозить мусор, сжать ежедневно. Опять же сосульки на кровлях домов тоже надо убирать. Как вы будете действовать? Мне хочется все-таки механизм понять. Потому что день не убрала, два, дальше вот что вы делаете? Какие у вас основания? Вы выходите, не убранный, вы идете куда? Мы выходим, не убрано, составляем административный протокол. Соответственно, до этого мы фотоматериал собираем, чтобы это подтверждалось. После этого вызываем управляющую компанию на составление протокола. На составление протокола, естественно, и прибывает вещь, что да, на самом деле, такого-то числа у вас только-то не убрана территория. Составлен протокол. А часто, вот вы уже у нас февраль-середина, да? Много вы протоколов вот за эту зиму составили? Ну, ежедневно составляется. Я вам скажу, что вот каждую среду проводится комиссия у нас. На каждую среду мы рассматриваем порядка 150, ну, около 180-150 протоколов. Да, но ведь это же вот, если протоколы, то и штрафы, и, естественно, это деньги, да? Вот вы можете сумму какую-то озвучить за прошлый год, допустим, вот, эффективность вашей работы показать, потому что вы штрафуете, да? Есть определенные суммы, которые идут в городской бюджет, и плюс еще действие такое, что дальше люди уже не будут нарушать так часто. Вот эффективность вашей работы в деньгах, полученных вот нарушителей. Пожалуйста, могу привести такую сумму, значит, за 2014 год у нас рассмотрено 5757 протоколов на общую сумму 11 миллионов 780 тысяч, если не ошибаюсь. Да, это серьезная сумма. А вся ли эта сумма уже выплачена? Потому что как? Ну, получил протокол, положил, и живу, работаю и дальше. Как вот вы, или это не ваши обязанности? Вы составили, отдали, а там дальше уже? Нет, почему? Мы следим, следим, конечно, как оплачивает управляющая компания. Ну, управляющие компании стараются не затягивать с этим, они понимают, что все это будет передано судебным приставом, и им эти, в принципе, тяжбы не нужны. Они стараются оплачивать. Как мы действуем дальше, если не оплатил? Вернее, вся схема, вот как проходит, да? Составили протокол, рассмотрели, вынесли постановление. Управляющая компания, у физического лица есть 10 дней на обжалование этого постановления. После 10 дней, еще есть 60 дней на оплату, добровольную оплату этого административного протокола. Понятно. После чего, если не оплачено, передаем судебным приставам постановление на исполнение. Понятно. Зоя Дмитриевна, а как вы сотрудничаете с административными комиссиями? Есть у вас какие-то наработки? Или вы можете сами по себе автономно работать, административные комиссии сами по себе? Или есть такие моменты, когда вы друг другу не обходили? Нет, однозначно, мы не работаем отдельно, мы работаем в связке. И без административной комиссии, скажем так, мы не можем работать, потому что не будет результата. Ведь мы должны найти нарушителя, и наша задача не только его предупредить, но и оштрафовать, если он не выполняет требования. А куда мы идем? Идем в административную комиссию. Иногда выезжаем, есть у нас рейды совместные с административной комиссией, привлекаем отдел полиции. И такие рейды у нас плановые они. Потому что и работники, и сам начальник отдела, мы выезжаем совместно. Потому что без общественности это невозможно. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Как боретесь с незаконной торговлей, продолжая алкоголь в неположное время? Проводите ли рейды? Есть такое у вас? Или это не ваше? Конечно, есть. Статья 6.5, неустановленное время. С сотрудниками полиции выезжаем. В прошлый раз на вашем канале было озвучено это. И показано, в принципе, штраф довольно-таки значительный. На юридических листах до 70 тысяч штрафа. Ну, значительный штраф такой. Работаем совместно в полиции. Очень эффективно. Порядка 137 протоколов, по-моему, рассмотрены именно по этой статье. А как все это происходит? Приходит. Вот просто интересно. Вы ездите с молодым человеком в неположное время? То есть вы приходите, это все постановочно, да, получается? То есть у вас есть человек, который приходит, ему продают, и вы тут же все это фиксируете? Так получается, да? Да, это с сотрудниками полиции, конечно. Есть и уловочки. Мы должны ими пользоваться. Ну, нельзя молодежи продавать. Молодежи, да еще и в неустановленное время, конечно. Да. Ну, вот опять же, полиция, она же может обойтись и без вас в решении этого вопроса. Или нет? Вот вы, здесь вот ваши функции, какая? Про такого составляем мы. Вы, да? А полиция что получается, как? Полиция идет в помощь нам, чтобы не было там каких-то санкций в отношении нас, возможно. Провокации, провокации, ну и постановочное лицо, опять же, я не сотрудник полиции, я не провокации. Понятно, понятно. Становочные такие. Да, следующий вопрос. С какого часа можно фиксировать нарушение правил тишины, покоя? Поможете ли вы в этой ситуации? Опять же, вот с полицией или как? Или вы сами по себе были у вас когда-то такие вот? Или изменилось время, получается, что ли, когда вот нарушение тишины уже служит каким-то? Нет, время не изменилось, временные параметры. До скольки можно? До 23 часов. Можно шуметь, а дальше? Ну, шуметь. А есть какие-то жалобы? Или вы уже отдыхаете сами в это время и никогда у вас на это, собственно? Нет, жалобы есть, да. Правильно вы сказали, как бы, мы, может быть, не отдыхаем, может быть, выполняем какие-то служебные обязанности. Ну, в это время у нас, как бы, закончилось уже рабочее время. Тесно сотрудничаем с сотрудниками полиции. То есть они выезжают у нас на место. Куда граждане у нас обращаются? Шумит сосед, что-то у него происходит, там, мало ли, разбойное нападение, еще что-то. Обращаются с сотрудниками полиции. Через 02 сотрудники полиции выезжают, фиксируют. Относительно этих людей составляют опрос, опрашивают жильца, который обратился в полицию. После этого материал на исполнение приходит к нам. Мы составляем административный протокол, вызываем нарушителя на ставление протокола. Следующий вопрос. Кстати, хочу напомнить, у нас еще есть время. Наш телефон 202-11-22, звоните. До какого времени будут продавать водку в 15-м микрорайоне? С 5 утра? Я так понимаю, что есть какая-то торговая точка, я бы хотел, чтобы вы уточнили нам. Я так понимаю, это адрес укажите, пожалуйста, если есть возможность такая. Я так понимаю, что в ночное время продают алкоголь. Если есть адрес, давайте укажите. А вообще часы, разрешенные для продажи алкоголя, это какие? С 10 утра до 22 часов. А тут вот уже в 5. Понятно, где-то, да. Вообще, Зоя Дмитриевна, какие проблемы есть сегодня на вашей территории, тем более такой специфической, с чем вы, опять же, боретесь? Проблема основная какая? Если коренной житель, то с ним проще работать. А если это лицо, которое приехало поработать летом, это те, которые прибывают с стран ближнего зарубежья, скажем так, поработать 3 месяца летних, с ними, конечно, хуже работать. В каком плане? Потому что иной раз они живут без регистрации. То есть они приехали временно и договор на мусор не заключают. И нарушить правила для них ничего не стоит, потому что он не постоянный житель и не заботится о читате своего поселка. Вот это такая проблема, она, конечно, существует. Поэтому здесь мы привлекаем полицию и также работаем с административной комиссией и СУФНС. Ну, вообще, у каждого ТОСа есть, много к нам приходили представители разных ТОСов, и есть какая-то своя специфика даже в работе. Кто-то больше ориентируется на молодежь, кто-то на благоустройство, кто-то еще на что-то. Вот у вас, как ваш рабочий день строится, и вообще, на что вы больше такой акцент делаете? Внимание уделяете? Чему вы? Основное – это работа с населением, организация мероприятий и праздников. Это первое. Для того, чтобы как бы сплотить население. И когда мы собираем на праздник 250 человек, 400 человек, то у нас масленица будет полторы тысячи человек. То есть это сплоченность, это более ответственно относиться друг к другу и комфортное проживание. Ну и экология, конечно, она заботит больше всего. А чтобы экология была, мы привлекаем молодое поколение. Это ребятки в лес лежащих школ, которые являются волонтерами. А что они делают? Убирают? Они делают и убирают территорию, помогают, и помогают пожилому населению. Мы выходим соцслужбами для того, чтобы придомовую территорию тоже убрать пожилому человеку, или там обои наклеить. То есть это тоже вот помощь молодых, она неоценима. Ну, кроме штрафов, которые возросли, и вот как Алексей Александрович сказал, что, может быть, и будет это эффективно, есть еще такое направление, как профилактика. Вот интересно, в ваших случаях, какая профилактическая работа проводится, и в каких направлениях? И у вас, и у вас. Вот есть такое направление в работе? Вот сейчас мы занимаемся вот этим самым, можно сказать. Проводим профилактическую работу, чтобы нас... Ну, вы не каждый день на телевидении все-таки, да. А вот в основной это рабочая своя время. Вот те водители, про которых я сказал. Которые не уйдут ни один от административной ответственности. Могу сказать. Проводим беседу. Ну, как вот... Есть разные нарушения, да. Выезжаем, опять же, вот, допустим, в общининодку выехали. Приезжаешь, там, бабушка какая-то допустила складирование. Что это значит? Складирование. Это ограничение доступа к месту общего пользования. То есть за своей территорией у нее там что-то складировано. Там кирпичики лежат, досочки какие-то. Это нарушение. Ну, приезжаешь к ней, она... Ну, внучек положил. А внучек не знает. Внучек где-то там в городе работает. Начинаешь объяснять. Подходит с пониманием. Вопрос решается на месте. А Зубчининовка, как мне вот Зоя Дмитриевна сказала, там люди сплоченные. Вот одна бабушка перенесла от другой бабушки. Я вот один раз выезжаю уже из прошлого эфира. Меня уже один раз женщина узнала. Я приезжаю. Здравствуйте. А что мы нарушили? Я говорю. Вот допустили там складирование. Все. Мы все поняли. Все. Все убрали. То есть вот, пожалуйста, результат работы. Зоя Дмитриевна, а у вас какое направление? Вот вы что можете сделать? Мы понимаем, как это по улицам, особенно летом, проходят наши волонтеры квартальные и разносят объявления. Специально где прописано, что уважаемый житель, просим вас бережно относиться к своему поселку, соблюдать закон средообитания человека и убрать около своего двора, выйти там на субботник. Мы раскладываем по почтовым ящикам, расклеиваем на досках объявлений. То есть постараемся довести до каждого жителя. И когда он прочитает эту бумагу, конечно, возможно, он реагирует. Мы надеемся на это. И, как правило, это так и есть. Вот за четыре года, когда вы пришли, как-то это с места сдвинулось, вы чувствуете, что повышается какая-то активность и расположение, взаимодействие? Или люди вот сегодня... Ну, многие говорят, что люди у всех своих проблемы, заботы, и вот уж нам не до ваших там тоже праздников. Несмотря на это, вот она чувствуется, вот эта вот поддержка от населения. Почему? Потому что стали приходить молодые квартальные. Если квартальные ранее были там 70-80 лет, то сейчас приходит молодежь. У нас 30-40 лет, и они на общественных началах работают и помогают нам. Это говорит о том, что мы работаем, и люди слышат нас, и хотят с нами сотрудничать. Угу, понятно. Еще вот такое нарушение, которое тоже, наверное, в сферу вашей деятельности входит. Выгул собак. Или, опять же, для частного сектора это не так актуально, потому что все собаки, наверное, как-то у себя во дворах. Или они тоже выбегают, и есть и бездомные. Вот как вот с ними? Какие есть наказания, штрафные санкции? И как вы, в общем-то, какие-то меры принимаете или нет? Ну, сейчас вернулась у нас новая, старая статья. 4.2.10. Создание грузы общественной безопасности путем выгул собак без поводка. То есть реальные административные, опять же, штрафы накладываем на жителей нашего города. Если без поводка собака, и уже штраф будет, да? И находится ее хозяин, она с ошейником, без поводка. Конечно, административное правонарушение. Также привлекаем. Но вообще есть в этом какая-то проблема? Или это если домашние собаки, то... Проблема тоже существует, существует проблема. Выбежал, пробежал. Нет, она опасна для окружающих. И бывают укусы детей, взрослых. Поэтому мы привлекаем отдел полиции к этому делу. И жителей наказываем. Потому что было однозначно, что нанесение физического увечья и детям, и взрослым. Это опасно. Да. Ну, еще вот какие направления в вашей работе существуют? Социальные, может быть, какие-то проекты? Потому что много ТОСов в грантовых каких-то проектах участвуют. Тем более, вот год сегодня, в этом году такой юбилейный, да, 70-летие Победы. Или вот у вас на этот год какие планы? На этот год у нас, мы уже не один год работаем по озеленению и благоустройству сквера Александра Невского. Есть у нас такой сквер по центру Зубчининовки, который был ранее заросшей травой амброзии. То есть он был совершенно заброшен. Но совместно с администрацией Кировского района мы пытаемся привести его в порядок. То есть покосили там траву с помощью волонтеров и администрации. Поставили малоархитектурные формы для того, чтобы там жители могли отдыхать. Сейчас там уже пиво не распевают, а молодежь играет в футбол. Да, ну это экологическое. Это экологическое направление. Плюс мы обучили группу 17 человек, пожилых людей, компьютерной грамотности. Открыли компьютерный клуб. А у вас есть для этого какие-то ресурсы, те же компьютеры, помещения? Как вы это все знаете? Мы участвовали с фондом Губернская дома в конкурсе, мои внуки. Нам выделили компьютеры, победили мы в этом конкурсе. И выделили небольшую сумму денег. А волонтеры отремонтировали помещение. АДК нам предоставил это помещение. Вот мы там и проводили это мероприятие. А как вы находите волонтеров? Понятно, что сегодня эта тема довольно популярная. И много людей тянется, примыкает к этой деятельности. А как вы их находите? Почему они к вам приходят? Я родилась и жила в поселке. Плюс я еще работаю замдиректора школы. Поэтому связь с молодежью у меня прямая. И молодежь, скажем так, от малого и великого, они все меня знают. И только если это формируется какое-то направление, ребятки очень активно примыкают к любому направлению. Волонтерская может быть и экология, может быть, патриотическое направление. Вот сейчас у нас патриотическое направление. А мы взяли под опеку ветеранов Великой Отечественной войны. И помогаем им благоустройство своей территории. Потом подготовка к празднику, к этому. Где-то помочь закупить продукты, помыть полы и так далее. Несмотря на то, что ТОСы существуют уже давно, работают, не все понимают, зачем они нужны. Вот вы свою главную такую задачу, цель какую видите? Вот для чего ТОСы нужны? Чем они могут, собственно, людям, которые в своих заботах и проблемах, помочь? Я вижу, во-первых, сплочение людей. Это первое. А потом для того, чтобы люди, если люди сплоченные, они более добрые, более открытые. И сотрудничать с властью, слышать ее, и чтобы власть услышала людей. То есть вы такие посредники, получается, все-таки, да? Сотрудники ТОСы очень много информации нам преподносят. Они же находятся на местах. Конечно, мы на местах. Мы прямые, скажем так, прямые преемники предложения от населения. И они в любое время, вот мой сотовый телефон, он постоянно включен. Они могут и ночью позвонить, и в субботу прийти, и в воскресенье. То есть жители очень активно вот в этом плане. А если вот пользоваться все-таки не сотовым, а таким рабочим телефоном, вот схема взаимодействия, опять же, вот с жильцами, реакции на какие-то жалобы, она как вот строится вообще? Нужно к вам приходить в район, где вот вы сидите, да? У меня прием по вторникам с 2 до 5, каждый вторник. Жители могут прийти за ивремя. А если экстренное что-то случится? Если экстренное, то в любое время они могут найти меня на территории зубчининых, потому что я практически по 12 часов нахожусь на территории. Да. И выхожу на территорию к жителям в любое удобное для них время. Теперь, Алексей Александрович, хотелось бы тоже вот о ваших планах на 2015 год. Вообще какие-то вот задачи перед вами ставятся. Что у вас изменилось в этом году? В каких направлениях будете работать? Значит, задачи таких вот глобальных, там, по увеличению количества штрафов. Нет такой задачи? Составление протоколов. Такого нет, конечно. А вот для себя вот какие-нибудь цели ставить? Конечно, мы для себя ставим именно такие цели, чтобы профилактика была у нас эффективной. Зачем тогда? Ну, грубо говоря, мы нужны. Вот продолжаем работу в отношении строительных компаний, которые допускают вот такие вот вещи, такие складирования. Это же все-таки наше... А строительство идет вот на ваших территориях? Вот еще жалуются, что выезжают вот весной, особенно осенью, со стройки. Активно идет очень. 16 стройок у нас сейчас на территории города. Вот за этим же вы тоже следите, да? Вот и хотел бы сказать, что да. Да, относительно этого, когда допускают вот такие вот вещи, экология наша портится в нашем городе. Да, вот вопрос еще остается минутка, буквально очень быстро. На первом этаже боксерский клуб, фитнес-клуб, очень громко, до шестого этажа слышны звуки, даже как боксируют. А на втором этаже живут инвалиды-сердечники. И с ребенком уроки делать просто невозможно. Бобруйская, 93. Отписки идут отовсюду. Как, кто сможет отреагировать на нас? Татьяна Сотова. Помогите. И много восклицательных знаков, потому что проблема действительно большая. Это к вам, во-первых, первый вопрос. Это ваша территория? Нет, не моя территория. Это не мой ТОС. Телефон контактный есть. Я посреди мира свяжусь и проконсультирую обязательно, куда обратиться. Не оставим без внимания. Вы знаете, вот вопросы очень часто, когда зрители задают, такая приписка. Везде обращались, да? Кто решит? Отписки идут отовсюду. Вот все-таки для всех других, вот если мы про тишину говорили, вот как действовать, к кому обращаться? Искать административную комиссию района или что? Или как? Или ТОС? Или что? Что тут? Можно обратиться в административную комиссию. Непосредственно, прямо в районную. У нас всегда один специалист, но на месте всегда будет. Обычно на месте мы не сидим, в этой территории, постоянно на территории находимся. Но один специалист будет и всегда примет вот это вот, допустим, обращение. Можно обращаться в общественную приемную. Понятно. Значит, Татьяна Алексея Александровича обещает вам перезвонить, проконсультировать. Спасибо большое за то, что пришли в эфир, ответили на вопросы. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова